А в подсознании держи. Статьи должны вселять надежды и улыбки. Ведь журналисты наших душ врачи не имеют права на ошибки. Бьется в ритме города пульс в Антеевке, наряду с четырьмя другими газетами из ближайших городов. Уже год как входит в одно из крупнейших информагентств области. Сегодня, 13 января, в День печати, поздравить журналистов округа с профессиональным праздником лично приехал Максим Красноцветов. Я вас всех поздравляю с этим прекрасным праздником. Вы у нас всегда впереди, всегда больше всех событий. Вы всегда знаете, что происходит. Я хочу вам пожелать удачи, успехов. Я хочу вам пожелать, чтобы вы всегда были у своих читателей той светлой мыслью, тем, что всегда согревает, что всегда с нами. Сейчас в редакции трудится 15 человек. Буквально три недели назад пульсу Ивантеевке исполнилось 30. За эти годы в газете многое поменялось. В частности, около года назад она изменила имидж. Грядут и другие изменения. Планируется один вестник, который будет публиковать, информировать жителей о деятельности главы, о деятельности губернатора Московской области. Но в этот вестник, то есть информация, будет собираться и редакция пульса Ивантеевки, и редакция газеты «Городок» Красноармейска. Соответственно, три редакции округа будет под одним вестником. А вот для долгожителя газеты, мэтра журналистики и акулы пера Михаила Смирнова, эта новость не кажется какой-то особенной. Закончив журфак МГУ, он пришел в пульс в 91-м году, да так и остался на 30 лет. Своим главным секретом называет любовь к общению с людьми. Мне нравится общаться с людьми. Люди тоже относятся, когда представляешься, что ты корреспондент газеты. Совсем другое отношение, положительное. Молодцы, ивантеевцы всегда дают мне интервью, за что я очень благодарен. Благодаря им я и работаю так долго. А вместе с ним и пульс Ивантеевки. Екатерина Дубровина, Антон Рябов и Мария Барсукова. Новости Большого округа.